Ну вот я нахожусь в Португалии и свой творческий путь начинаю с Кабо-Дорока. Это самый западный мыс, самая западная оконечность материка Евразии. Если вы помните, когда я был в Джохор-Бару, это на самом юге Малайзии, почти у Сингапура, это была самая южная оконечность Евразии. А теперь я к самым западным. И хочу свой португальский рассказ по армянским следам начать именно здесь, из Кабо-Дорока, потому что это была отправная точка всех португальских мореплавателей, особенно Васко-Дагапма, других мореплавателей, которые открывали, завоевывали другие страны, открывали новые доминионы для себя, типа Макао и Гуа, или, например, скажем, Бразилию, или там Винея-Бесау. Очень много чего пооткрывали португальские мореплаватели. Ну и, конечно, это все, как я уже сказал, происходило с этого места отсюда. Ну и сюда прибывали тут же работорговцы с рабами. Но не только об этом я хотел сказать. Все-то отсюда отправлялись, чтобы завоевывать, и привозили, чтобы продавать. Но один человек прибыл сюда, в Португалию, не для того, чтобы завоевать. Хотя можно и завоевать, завоевать сердца, и оставить здесь великое наследство. Это, как вы понимаете, калуст Гульбинькян. Об армянах в Португалии я еще расскажу. Но пока хотелось бы остановиться на калусте Гульбинькяне в своей первой части о Лиссабоне. А вот армяне уже, которые прибыли тоже сюда по морю, но только не отсюда, а чуть севернее. И я вам это место тоже покажу. Это были уже, скажем так, пиликримы. Пиликримы и купцы, которые заслуживают тоже особого внимания, но уже во второй части эпопеи моей о Португалии. Галуст Гульбинькян родился, как вы сейчас сказали, уже золотой ложкой во рту. Это произошло в Константинополе в 1869 году в семье крупного османского предпринимателя Османской империи Саркиса Гульбинькяна, который был известным нефтепромышленником в своей империи в Османской и поставлял нефть в империю из России. Также он имел свои месторождения на Кавказе, в частности в Баку. Поэтому нельзя назвать, что Калуст Гульбинькян далее добился всего сам. Нет, это не тот человек. Что касается его матери, то известно, что она была утонченным человеком, отлично разбиралась в искусстве и мечтала, чтобы ее сын или один из сыновей стал скрипачом. Однако же Саркис Гульбинькян сказал, как отрезал, скрипкой семью не прокормить, а детям моим нужны будут деньги, которым я не собираюсь оставлять в наследство. Они должны добывать деньги сами. В результате Калуст получил прекрасное английское и французское образование инженера-нефтяника и отправился на Абшеронский полуостров изучать нефтяные месторождения. Кстати говоря, в 22 года он опубликовал во французском научном журнале свою первую статью, чем привлек внимание министра финансов Османской империи Акопа Казарян-Паши. Акоп Казарян-Паша предложил Калусту разработать план нефтяного месторождения Месопотамии, чего тот с успехом и сделал. Это было сделано на примере первой нефтяной компании Османской империи Turkish Petroleum. И можно сказать, что Калуст Кальбинкян является сооснователем первых месторождений на Ближнем Востоке. Конечно, повезло Калусту Кальбинкяну, так как ему по пути в жизни попадались весьма успешные люди. Помимо этого самого Акопа Казарян-Паши, он также познакомился позже с Монташевым, а далее с Кирвином Берином, это нефтяной промышленник из Лондона. В общем, все ему везде помогали, и, конечно же, это прекрасно. Это помимо того, что он родился золотой ложкой во рту, как я уже сказал. И позже он приобрел 30% акций компании Османской империи, нефтяной компании Turkish Petroleum, а дальше и Dutch Shell, голландской компании. Так, акции за акциями, Гильбинкян приобрел нефтяные акции и персидской компании, и панамской компании, и многих других компаний мира на то время известных, став при этом одним из самых богатых людей своего времени, выполнив мечту отца. Но и маму не забыл. Конечно же, скрипачом он не стал, но стал великим коллекционером. Почему я выбрал именно этот термин, великий? Согласитесь, мало коллекционеров, которые коллекционируют буквально все предметы обихода, имеющие отношение к искусству, начиная от столовых приборов, кончая коврами, редкими книгами, посудой, мебелью и прочим, и прочим. К тому же для этого нужно иметь немалое количество денег. Поэтому, чтобы стать именно великим коллекционером, нужно быть одновременно еще и великим богачом. А все его богатство хранится здесь, в музее. Собственно говоря, поэтому и я сюда приехал, в Лиссабо. Ведь его музей со всеми его сокровищем приносят колоссальные доходы этой стране. Заглянем. Фонд и музей Галуста-Гульбенкяна в Лиссабоне найти достаточно просто. Если даже вы войдете в метро и заглянете в карту лиссабонского метрополитена, то он будет там указан. И нужно вам будет выходить на станции метро Сан-Себастьяо. Как известно, здесь помимо фонда и музея, и огромный парк, здесь парки вот даже указатели стоят, чтобы люди случайно не свернули куда-то не в ту сторону. Ну, давайте пройдемся. Видите, я сам здесь первый раз, честно говоря, не совсем все знаю. Вот куда-то я зашел в такую дремучую зону такую этого парка. Но хочу сказать, что запахи, конечно, тут восхищают. Люблю такие запахи весенне-летние, когда пахнут и цветами, и всяческими растениями. Ну, причем такими незнакомыми мне растениями. Очень интересно. Тут какая-то, я смотрю, сцена. Что-то вроде амфитеатра. С утра люди собрались, вот они сидят. Чего-то ждут. Значит, пойдем в другую сторону, потому что здесь, кроме амфитеатра, я больше ничего не вижу. А вот еще, посмотрите, какой-то пруд. Давайте поближе подойдем к этому пруду. Спустимся с этого амфитеатра. Вот такой вот пруд. Вот кто-то там уток кормит, детишки уток кормят. Ага. Так, ну, если я правильно понимаю, мне нужно перейти на ту сторону, вот где больше людей. Значит, центральный вход к музею где-то находится там. Утки здесь совсем не боятся людей. Видимо, они уже привыкли к тому, что их здесь кормят. А в этом парке всегда немало посетителей. И среди местных лиссабонцев, и среди иностранцев. Потому что музей Гульбенкяна, он очень известный. И входит в 10 крупнейших достопримечательностей Лиссабона, куда предлагают обязательно сходить и посетить. То есть во всех туристических справочниках этот музей рекомендуют как обязательный для посещения. Не знаю, помните ли вы то место, где я бродил, где-то там в джунглях, Белиза, по-моему, я вам показывал. Вот здесь вроде бы не Южная Америка, не Белиз, а Европа. И тем не менее, все это очень напоминает... Вот все, что было, я видел в Белизе. Разве что там безлюдно было, а здесь люди. Смотрите. Смотрите, как интересно вокруг. Здесь, как видите, кто-то занимается спортом, кто-то бегает, а кто-то просто ест. А кто-то вот просто спит, как эти утки. Уток здесь, они меньше, чем людей. О, даже голуби к ним пристроились. Ну, уток действительно, смотрите, как они играют. Тутята, вот малюсенькие, с голубями. Вот это здание вот так вот раскинулось тут по части периметра парка. С утра уже здесь люди. Ну и как же без этого? Гляньте, какое великолепное сооружение у входа в парк. Это, по-моему, южная сторона входа в парк. Вот он сидит, красавец-калузский-бинкян. А за ним сокол. Я много раз видел на иллюстрациях, книжных, журнальных. Но вот впервые здесь и могу даже сказать, что сейчас подойду и потрогаю руку мистера 5%. Вот тут в парке еще имеется такая вот интересная вещь скульптора французского армянина Робена Накяна. Называется сатирикон. Лично я не понял, что это. Ну, любители андеграунда и всякого такого современного искусства, может быть, поймут. Валер, почему именно такой памятник чем-то напоминает даже сфинкса, я не знаю, какой-то древний мир? Да, действительно, это статуя сокола, которая находится в литфории в Египте. И статуя была сделана в конце 60-х годов. Пример, вот такое, основание фотографий. Он гранулся культуренгада, который сделал в 60-х годах, в 50-х годах путешествия по Палестине. И он заехал во время путешествия в Египте тоже. Посетил многие исторически интересные места. И сфотографировался рядом вот с этим соколом. Уже в 60-х годах, когда фонд его имени был построен, известный португальский скульптор взял в основу своей идее эту фотографию и поставил напротив вот этой статуи, точно так же, как вот эта фотография есть сама. Да, очень интересное. Но он сам хотел вот такую вот статую? Он был, но, с другой стороны, он был скромным тоже. И любил показываться очень на публику. И я не думаю, что он бы сам даже одобрил такую статую. Но, в любом случае, он португальцы, как вот, да, Гроссмайл, да, с этим тоже. Находится статя прямо напротив фонда его имени. Но место это, ну, из исторических и важных перекрестков в Лиссаброна, называется площадь Испании. И, как видите, очень такой красивый вид открывается. Вот здесь вот арт испанский. Да, вот это гостевой дом испанского посольства. Это не само посольство. В посольстве Испании находится в центре города. А это вот как бы финансовый центр и очень большая развилка, транспортная развилка. И очень известный местный город Собор. Потому что он смотрит на вот этот перекресток истории. Ну вот мы снова перебазировались сюда поближе к музею Галутка Кимпинкяна. И сейчас нам подробно расскажут уже об этом музее в АГЭ. Что это за музей и чем он отличается от фонда? Это одно здание или это два разных здания? Музей был построен чуть похоже. Но отличает этот музей то, что он был специально построен именно для коллекции. В основном это наоборот. Как бы уже существующие дворцы или здания были помещены картинами или скульптурой. Но вот этот музей был специально построен под его коллекцию. А коллекция очень благая была. Примерно 6 тысяч. На виновате, да, могу так сказать? Из них и монетные древние, и картины, и статуи, и книги, и манускрипты. Очень богатая коллекция. И музей в АГЭ несколько лет тому назад был выбран как самый богатый частный маленький музей. В настоящее время в экспозициях показаны где-то 3 тысяч, она иногда так меняется, до 3 тысяч предметов, что не было коллекции, а остальные хранятся в хранилище. Здесь хранится то, что сам Дамас Куданькян собрал в течение своей жизни. Причем собирать он начал очень-очень рано. И вот интерес у него к собиранию еще в детстве как бы открылся. Его отец давал деньги в школе, чтобы он покупал тебя, кушать, обедать. Он сохранял эти деньги, и его первая монета была старинная монета, которую он купил на базаре в Константинополе. И оттуда у него пошла вот как бы страсть. Причем он потом уже, когда стал богатым человеком, у него была сеть индей, которые работали на него по всему миру. То есть люди, которые знали, где что продается на опционах, потому что в то время не было так бы ни интернета, и вот эта связь была через людей, которые он знал. В основном они были армянского происхождения, которые находили для него от Америки до Семьего Востока. Хранилось это все в его дворце, в основном в его дворце в Париже, Авинидзе-Диена, а после того, как уже был построен музей, это уже перевезли по согласованию между семьей, между государством Португалии, правительством Португалии и правительством Франции, которое дало разрешение на выезд. Мы сейчас зайдем, вы сейчас видите, как все это интересно и красиво сделано. Я продаю книги, и послушали армянскую речь, что кроме нас есть еще армяне, но в данный момент мы не столько в музее, сколько в книжном магазине. Здесь сейчас я вам покажу, много чего представлено, в переводе даже на армянский язык есть, что-то есть на английском, но в основном, конечно, на португальском языке. Багаев спросил, смотрели ли они когда-нибудь антитопор? Они сказали, нет, но я им ответил по-русски, зря. Багаев, и все же, почему именно Португалия? Почему он сорвался из Лондона и приехал в Португалию? Ну, жил в Лондоне, в основном в Лондоне и Париже, где у него были не только дома, но и отделение его организации, которая занималась продажей нефти, добытой в Ираке, называется PARTEX, Participation and Exploration. В 1943 году он выехал из Парижа по причине наступающих нацистских войск, и приехал он сюда, чтобы отсюда уже направиться в Америку. Ну, так получилось, что страна не понравилась, он вместо короткого времени продолжил здесь находиться, в Америку он уже не поехал. Да, в Португалии трудно не влюбиться. Да, и последние где-то 13 лет он прожил именно в Португалии. Ему напоминало, может быть, века, я тебе говорил, Вадим, да? Тэжу, да? Тэжу, да. Оно очень похоже, вот сверху, иди посмотри, для него оказалось, что это похоже на Стамбул. Ведь он бежал в Стамбул во время геноцида, даже раньше, а вот семья его там как-то осталась. И, ну, в общем, последние 13 лет он прожил здесь, и завещание оставил, чтобы здесь был открытком его имени, где могли быть, где будут храниться также вот его картины, коллекции. Вся коллекция. Вся коллекция, да. Он, кстати, называл свою коллекцию моим ребенком. Вот так и случилось, настало завещание, и фонд был построен, как ты видел, огромные здания, музеи, все эти... Да, я еще сейчас пройдусь тоже. Даже он сумел купить несколько картин из 1 этажа, когда большевики продавали их, да? Конечно, по истории. Так что у него есть несколько рембрантов, которые он смог купить в то время. Байя, и последний вопрос, и я тебя отпущу. Я знаю, что тебе домой надо сейчас быстро. Ну, понятное дело, ты хорошо говоришь по-португальски, ты здесь давно уже живешь, по-армянски тоже понятно. Откуда такое хорошее знание русского языка? Я учился в русской школе, я учился в Советском Союзе, скажем так. Так что это осталось, да, на всю жизнь шпиону. Ну вот лично меня всегда интересовала именно нумизматическая тема, а поэтому вот хочу пройтись по нумизматике. Вот тут собраны монеты и Древней Греции, и Римского периода, Балканские, много всякого разного. Я вам, конечно, все показывать не буду, всю коллекцию Гульбинькян, потому что это очень много коллекции этой, и не только монет вообще-то, и живописи, и скульптуры. Вот золотые монеты, посмотрите, какие они большие. Настоящие золотые монеты Александра Великого, чистого золота, сейчас такого нет. И идем вот дальше. А здесь есть и монеты Армении времен Тиграна Великого. Вот здесь мы видим времена Тиграна Великого. Вот они. Вот с этой часто у нас сталкиваются иллюстрации. Большая коллекция ковров от мала до великих. В основном это персидские ковры 16 века, 17 века. Здесь вот много очень разной исламской литературы. В этом зале уже начинается Дальний Восток. Все такое китайское, японское, корейское. Вы знаете, чем-то мне напомнил даже британский музей. Молодец, только жаль, что вся эта красота, все это наследие мира находится не в Ереване. Вот это плохо. Приносило бы доход Армении. Здесь уже живопись, культурное наследие Европы. Вот такие вот картины. Кстати, 16 века картина. Флорентийская. Вот интересные картины Рубенса. Тоже известного художника-фландрийца. Как видите, здесь много чего есть показать, о чем рассказать. Но, к сожалению, время истекло. И надо выходить, потому что у меня есть еще и другие дела. Помните, мы проходили мимо амфитеатра несколько раз? Я вам говорил, не пойму, что это за амфитеатр. Так вот, это не просто амфитеатр. Это сцена, летняя часть сцены зала, где базируется оркестр имени Калуста Гребенкяна. Да, вы не ослышались. У него, оказывается, есть еще и свой оркестр Калуста Гребенкяна. И он был создан еще в 60-х годах прошлого века. Вот здесь даже проспект. Здесь написано в этой книге и об оркестре, и о том, какие концерты будут в предстоящие дни и месяцы этого оркестра. Потому что помимо этого летнего зала, есть еще зимний зал. То есть внутри вот этого здания есть концертный зал. И там проводятся всяко разные мероприятия, в том числе концерты симфонического оркестра, духовой музыки на духовых инструментах. Тут еще, вот я смотрю, есть даже национальные праздники отмечаются, рок-концерты. Новрус даже вот тут вот отмечался в марте. Новрус. Привет азербайджанцам! Это не только ваш праздник, Новрус. Не узаканивайте его. Этот праздник принадлежит всем народам ираноязычного мира, но позже его подхватили и тюркоязычные народы. Вот такой вот стильный музей, он же фонд Галуста Гребенкяна. Так что будете в Лиссабоне, обязательно приезжайте в этот музей. Ну, я думаю, многие из вас уже наверняка здесь побывали. Ну что ж, а теперь я, наверное, отправлюсь в город Порту. Хотя почему, наверное, я вот и отправлюсь в Порту, потому что там много чего есть вам поведать из этого города, и он очень довольно-таки такой интересный городок. Ну, скоро сами все узнаете о Порту. Итак, до следующей встречи в Порту. Не пропустите следующее видео.